доброго всем утречка я сегодня монтировала вчерашнее видео выложила его уже и прям там есть такой момент когда чувствуется что настроение вообще вообще ниже плинтуса но сегодня вроде бы уже ничего мы посмотрим посмотрим приду сегодня на работу честно говоря мне вот в такие моменты когда меня кто-то доставать начинает мне хочется от всех закрыта вообще просто закрыться уйти в себя спрятаться в свою ракушку ни с кем ничем не делиться ни с кем не общаться жить так сказать самой с собой в принципе я и по жизни такая одиночная я и мои дети и мне хватает на работе общение вот так вот выше крыши но когда появляется еще вот такие вот люди с рогами хочется вообще закрыться ладно все будет хорошо вот так все будет хорошо потому что мне вчера уже старше я высказала все старше все что я думала она мне уже вечером писала что ну что ты вроде так близко к сердцу приняла она там она сам ангел всех любит я говорю а ну ладно пусть продолжает любить всех кроме меня у меня знаете когда происходят такие вот стычки кем-нибудь я говорю я не рублю чтобы всем нравится не нравлюсь кому-то я нравится кто-то мне тут осложняется тем что приходит человеком хочешь или не хочешь контактировать и человек переносит твою нелюбовь ко мне на моих воспитанников вот так вот один день я выслушала о том что мои дети никак не могут запомнить танец который она ставит на новый год второй день я выслушала что мои дети не поют песню хотя они не знают наизусть я с ними его учила выучила как она просит стихотворной форме вчера значит опять и вот это вот когда знаете накладывается 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 и ты ничего не можешь сделать с этим абсолютно не можешь ничего сделать потому что старшие мечи как между двумя огнями между мной и ей идет такая холодная война причем я не я не зачинщик этой войны вообще это как там я не знаю у меня после таких событий каждый раз желание просто написать заявление выйти но у меня отговаривают те кто понимает что я на своем месте нахожусь говоря фразу что если ты напишешь заявление уйдешь кому-то делаешь легче себе ладно то есть да уговорить держать себя в руках но она вот накипает нарастает нарастает не все равно когда прорвет ладно на улице все так же минут 35 альберт остается дома не идет в школу артем идет на работу на практику в любом случае мы никто ничего не отменял ну и я собираюсь на работу хорошего всем дня я как чукча а по другому никак в такой холод погнали в мороз я не пожалела свою левую руку вытащила из варежки чтобы заснять вот этот туман видите да насколько холодно у меня пакет шуршит он сразу же голом встал и нож замерз замерз мгновенно ааааа холодно моя куртка до минус тридцати у меня пробрано все все насквозь капец я наверное сейчас бегом побегу очень холодно а фар из золота идет видите внизу сразу же замерзли эти пухнушки ну смотрите ну красота ведь ну красота даже несмотря на то что минус сорок так доброе утро субботы ну что елка пока стоит но я делаю вот так я подпираю елку креслом ну это коза умудряется снять игрушки сбросить их ой мало того что снять еще и погрызть смотрите что она наделала это что такое это тоже все отсюда а она разгрызла вон шарик ой коза коза в сарафане как ее еще назвать причем рыська вообще не трогает елку это все стеша так такой собакен сидит в костюме в костюме и в ботинках мы в магазин сходили пять тысяч как с куста просто сходить один раз в магазин да с такой корзиной домой в 30 градусов только на такси по другому никак всем доброго утра воскресного я не знаю будет ли это рекламой наверное это не будет это не будет рекламы это просто такой интерес мы сходили в пятерочку нам дали вот столько затарились короче говоря мы на пять тысяч продуктами нам дали вот столько можно сказать лотерейных билетиков он по-моему наверно взял из кучи просто дал сколько взял нет он считал он их считал тут получается у них один вот такой билетик дается на покупку от 600 рублей 9 штук он нам дал в общем три мы уже стерли защитных слоя так это интересно один мы тут получается у нас 15 процентов на гель капсулы для стирки персил дальше у нас идет 25 процентов на чай ричард роял черный байковый не в пакетиках такой рассыпучий ну и здесь типа подарок еще подписка на иве подписка на яндекс плюс и вот этот у нас 20 процентов вышел на энергетический напиток знаешь ну мы его не пьем поэтому мы с мальчиками сразу решили его можно выбросить у Альберта тут бутерброд чай с колбасой в общем сейчас хочу стереть вот эти все и посмотреть что там ну что погнали 20 процентов творог творог и подписка опять на иве практически на каждом так шестьдесят два дня доступа к сервису пакет клиентам без активной подписки интересно это что такое за 1 рубль по промо кодов короче ладно разберемся дальше а вторую то не открыла опять подписка на иве ухты 33 процента на бисквитной террористой парни и опять подписка на яндекс а на чем яндекс яндекс плюс возьми ты посмотри подписка на яндекс музыку так шестьдесят два дня доступа опять пакет клиентам без активной подписки это пятерочка не знаю до года подписки на иве и два фильма 30 процентов на корм для кошек какой-то винар а это тот самый дешевый корм да посмотрим да посмотрим опять написано мир торг это второе то есть 90 дней подписки яндекс плюс так последний последний остался полгода уже подписка где мой миллион я не поняла 20 процентов на сливки в деревне и 60 дней подписки опять яндекс плюс ну вот как то так миллиона нету миллион мне никто не обещал миллион не знаю не знаю вот то что в принципе на продукты процентики вот эти есть их можно использовать даже этот же творог который сейчас стоит больше ста рублей коробка больше чем средняя короче если даже творог стоит там 150 рублей коробочка на него идет скидка 20 процентов но это считаю уже минус 30 рублей в принципе такое легкая экономия это уже хорошо как это говорят там копейка рубль бережет да так что пойдем деньги тратить и купоны какой подарок можно сделать почти 15-летнему ребенку на новый год сына елка ты че в шоке ну ты че два с половиной месяца осталось так да декабрь январь елки 26 февраля тебе 15 лет ужас мы просто сидим сейчас и общаемся на тему что какой подарок можно сделать на новый год а с Артемом уже определились с Альбертом никак не можем определиться он просит стол компьютерный типа геймерский но у него сейчас нормальный стол и я не вижу смысла покупать снова мебель избавляться от того нормального чтобы продать его блин ну ты его не продашь за даже там за три тысячи грубо говоря потому что он уже не стоит этих денег вот и я и говорю о том что надо купить что-то такое делать подарок такой хочется существенный стол геймерский это для меня не существенный подарок а то есть это не это оно да это не он это оно ну я не знаю как бы блин мебель в подарок это что бы я тебе подарила не знаю в таком возрасте уже для меня это проблема в принципе ну есть же у тебя какие то еще желания может мы реально съездим на эти же горячие источники потратим эти же пять тысяч грубо говоря нет нет у меня только вот одни мысли поездки это подарок на один раз поездки путешествия ну зато это подарок это не существенный подарок существенный это который будет вот я буду каждый день видеть зато это подарок с воспоминаниями с эмоциями да нет там уже будет уже ну да такой подарок нужен Присюша у меня тут знаменитый Альбертин розовые носки у меня вчера в гостях была тетенька одна и он ходит в этих розовых носках я говорю ну блин вообще это у нас списк моды нашего дома ну что что можно подарить можно в магазин пойти и там искать уже у тебя мыслей то никаких нет ты такой мужик становишься прям вообще я на тебя смотрю вот на камеру ты становишься прям мужик мужик ты что за такая у меня тут кучка кучка шерстяная кучка кучка вот она скажи всем привет всем привет скажи высятую да привет привет ладно надо сходить прогуляться действительно может быть что там градусов 30 на улице да больше 30 больше потом прогуляемся ходим да завтра тоже холодно будет на той неделе написано на завтра что неделю а если я не смотрел 30 было ну ладно капец минус 30 недель было по кругу назад там все ужас что вместе пойдем в магазин в симолэн ты хотела сходить еще шелки-палки шелки-палки он любит ходить со мной по магазинам просто обожает очень вот так вот ха-ха SEEN куда мне лень я не хочу я сейчас упаду ребята мне лень меня сегодня лень обуяло да сына ну все ой как раздвинуться зачем ты это сделал он меня стащил с дивана с целью какой цель и ты меня поднимаешь Дальше Ладно Я не хочу Я никуда не хочу идти Мне сегодня Лень Молоко надо купить для пюре А пюре будешь делать? Сходишь, да? Сходим А теперь Да почти Все почти Так-то мне вообще Никуда не хочется идти Мне хочется Лежать на диване И давить диван Я так-то с тобой разговаривала Давай, давай Мне не хочется никуда идти Мне хочется лежать на диване И давить его Да оделась я уже, оделась Палец порезала Ну, пофе До свадьбы До какой свадьбы? Не знаю До чьей? Ой До твоей? Я это Ой Бала Ну тебе бы помешал Ну, сына еще и уронил мою Мой костюм Она сама упала Входу тебя она так взбесила, да? Нет Больно Очень больно Это, наверное Самые болючие порезы Крышкой от сметаны Палец порезать Ну, то же самое Что бумагой порезать Или тетрадкой Щипет Надо заклеить Да блин Теперь ты упала Давай садись обратно Как ты сидела Ой, вот так вот сидела Ах С третьего тыка только включила Наверное, вот На самом деле Самые болючие царапины Царапины Порезы Когда ты Режешься О бумагу О фольгу Там такой, знаешь Тоненький порез Что блин Вот такой болючий Ты капец Он так щипет больно Так щипет просто Вообще Но он и заживает Заживает Быстрее всего Да? Нафига Вау А как мыть голову Вечером Это же Я так и мыл Прям в нём Только мял уже А в нём это прям Ликопасты Раненая 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 Раненая